Мы помним, мы гордимся. 9 мая – важный праздник в жизни каждой семьи. В этот день мы чествуем тех, кто рисковал жизнью ради победы в Великой Отечественной войне. Отдаем дань памяти всем, не вернувшимся с полей сражений. В преддверии Великого праздника ветераны, дети войны, труженики тыла, вдовы ветеранов приняли поздравления от представителей власти и общественных организаций. Все получили в подарок продуктовые наборы от районной администрации, а члены женсовета развезли по домам открытки. В имени городской администрации, женского совета, совета ветеранов, мы поздравляем вас с Днем Победы. Возьмите нашу небольшую открыточку. Любимы всеми, пусть у вас всегда будет спокойно на душе, радостно на сердце. И живите долго, 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 долго. От русской медной компании ветераны Верхнеуральского района получили по 2,5 тысячи рублей. А инициативная группа молодежи в городе Верхнеуральске вручила участникам Великой Отечественной войны Ивану Васильевичу Мещерякову и Анатолию Николаевичу Суспицыну цветы, открытки и подарочные продуктовые наборы со словами гордости и благодарности за их подвиг. Не остались в стороне и дети войны города Верхнеуральска. Им подарили цветы, открытки и сладости. Помощь и финансовую поддержку в приготовлении подарков оказали неравнодушные жители города и предприниматели Елена Петинова и Ульяна Шагова. 8 мая во 2-й городской школе состоялся торжественный прием всех, кого коснулась Великая Отечественная война. Трогательная встреча с воспоминаниями, душевными разговорами и чаепитием уже стала традиционной. Я хочу вам пожелать огромного здоровья. Я хочу пожелать, чтобы еще много лет мы с вами так же встречались за этим столом 9 мая, общались друг с другом, вспоминали и поздравляли друг друга с великолепной базой. Чем дольше вы будете нас радовать в своем присутствии, тем дольше мы сможем объяснить нашей молодежи, нашему подрастающему поколению разницу сегодняшней жизни и жизни, которая досталась вам. Свидетелей военных лет поздравили с Днем Победы и поблагодарили за возможность жить в свободной стране. Школьники и местные артисты подготовили для ветеранов концертную программу. Песни и стихотворения военных лет тронули за душу каждого. Невозможно спокойно говорить и слушать о том, какие нелегкие испытания пришлось пройти нашему народу во имя Победы. Ты уже видела раненых, говорили, что у этих ребят даже оружия не было, забывали в бою. Еще меньше и меньше солдат той войны уходят из жизни отчизны сыны. Они незаметно уходят от нас, а подвиги свой отставляют рассказы. В Верхнеуральском районе осталось всего трое ветеранов Великой Отечественной войны. Иван Мещеряков из Верхнеуральска, Анатолий Суспицын из Вятского, Евдокия Селиверстова из Межозерного. Время забирает у нас победителей. Поэтому так важно молодому поколению успеть узнать как можно больше о том, чтобы сохранить в памяти и передать потомкам. С 9 по 26 мая состоится автопробег по местам боевой славы. От нашего города сформирован экипаж, в который вошли представители молодежи Олег и Анастасия Зайцева, Алексей Мусатов и наш коллега Федор Савинов. Начиная с города МИАС, нас встречают завтра. В этом автопробеге, конечно, мы участвовать, мы ветераны участвовать не можем, но мы будем встречаться с ребятами, которые будут участвовать в автопробеге. Наша команда тоже сформирована, это ветераны, это наша молодежная организация юно-армейцы. Ребятам посчастливится проехать путь следования 3-й Уральской, Гвардейской, Волновахской краснознаменной стрелковой дивизии до Севастополя. Участники автопробега будут останавливаться в городах и поселках и совместно с представителями этих территорий проводить массовые мероприятия, митинги памяти, экскурсии, встречи с военнослужащими. Спонсорами поездки для нашего оператора Федора Савинова выступили предприниматели и члены Совета ветеранов.